Вы знаете, кто такой Александр Панов? Да. С Манчестер Юнайтом, по-моему. Он забил гол. Маленький, но быстрый. Всё. 48 килограмм вес. Подождите, Зенит это наш какой-то. То ли воротарь, то ли, который там мячи отбивает. А, тут пару голов. А, один-три. Нет, три гола забил вроде. Не помню, но знаете, что в футболе. А кому забил? А с кем они играли-то? А я не помню, с кем. А может, это и не он был. Ну, вот с Руссельмашем последний раз сыграли. Но он Непанов, по-моему, забил, да? А во Франции? Вот когда... Во Франции он же забил. Во Франции он два. Я не помню, сколько. Я знаю, что с чемпионами мира и он забивал гол. Нападающий из сборной России и Зенита. Чем он знаменит? Он знаменит двумя голами на стадо Франс Бортезу. Да, не все питерцы еще знают своего маленького, но быстрого героя, весом 48 килограммов. Который, кстати, не забил Руссельмашу, равно как и Манчестеру. Зато забил французскому вратарю Бортезу. А сам, вопреки мнению милых дам, на воротах стоит только иногда, в мини-футболе. И все же армия поклонников Александра Панова ширится на глазах. Как ширилась она на глазах нашей съемочной группы, отправленной в Питер специально для этого интервью. Жил я раньше в Колпино. Такой город, есть пригород Санкт-Петербурга. Играл там в местной школе. И Жорец, скажем так, провел свое детство там в течение пяти лет. Потом мы играли, когда играли с «Зенитом» юношниками. Было предложение поступить в школу «Зенит» в спорткласс. Я, конечно, с радостью воспринял это предложение. Хотя были трудности, наверное, добираться до Санкт-Петербурга мне было очень сложно в том маленьком возрасте. Я вставал в шесть утра и ездил в школу к девяти утра. Потом тренировка, потом опять школа, опять тренировка. И в конце концов я приезжал там часов в одиннадцать, двенадцать. И вот так в течение пяти лет это происходило. Это было очень сложно, когда тебе тринадцать лет, ты без родителей. Ну, голодный, скажем так, есть хотелось. Но всем не все равно, наверное, победила, может быть, вот в этот период и выработался характер, который действительно во многом, что я сейчас имею, я именно заложил именно в том возрасте, когда я был маленький. Как бы люди, многие люди, может быть, и ловят звездные болезни, что, конечно, очевидно многим, но ко мне они относятся, потому что я совершенно другой человек. Я вырос практически в одиночку сам, я сам стремлюсь к своей цели, и мне как бы еще не на чем останавливаться, и еще я не достиг того, чего я хочу. Вообще, наверное, как любого игрока, который играет в чемпионате России, наверное, мечта главная попасть в национальную сборную и там закрепиться. Это, наверное, была моя главная мечта. Она осуществилась, а сейчас все планы связаны со сборной. И вот, конечно, хотелось бы поехать в Бельгию, но на это надо выиграть три игры, а это будет действительно непросто. Скажем, когда это все закончится, может быть, моя мечта избудется, то, что хотя бы раз в жизни поиграть на чемпионате мира, ой, Европе, не говоря, что чемпионате мира. Как Давыдов в «Зените», так и Романцев в сборной любит использовать вас в качестве единственного форварда, такого наконечника копья. Не выникает иногда мысль, что было бы легче играть с напарником, и что таким образом как-то эксплуатирует вашу скорость, ваше умение вот в одиночку бороться? Ну, наверное, такого напарника у меня нету. Такого же Юрку, скажем, такого же быстрого, такого же, чтобы тоже терзал, заставлял ошибаться. Поэтому приходится удовольствием теми, с кем играешь, ничего не поделать. Что касается бесчастных, вот после игры в Беларуси заговорили о том, что возможно появление супертандема, взаимодополняющих форвардов. Что вы по этому поводу думаете? Как вам играется с Владимиром? Ну, Владимир, в принципе, неплохой игрок, да. Он такой вот тоже таранного типа, мощный, на поролон. Ну, в принципе, надо сыграться, потому что мы играли все, скажем, вторую игру вместе. И какие-то выводы сложные делать. Какие чемпионаты импонируют? Какие клубы? Может быть, гипотетически, если предположить, где бы хотелось поиграть? Ваши вкусы? Мне нравятся три чемпионата, которые действительно интересны, динамичные такие, такие бойцовские, это английский, конечно, итальянский и испанский, где действительно интересно играть. Ну, итальянский считается самой, наверное, интересной. Ну, там очень сложно, там действительно жесткие опеки идут, поэтому не знаю. Ну, нравится очень. Мне вообще нравится Ювентус. Я очень сильно симпатизирую этой команде. Что, может быть, в дальнейшем, может быть, и сведет меня судьба поиграть за эту команду, а может быть, и нет. Но пока что судьба свела Панова с исландской защитой. Продолжение следует...